Хотелось бы поздравить команду Тюмень с победой. Если брать в общем игру, то первый тайм – игровое территориальное преимущество, и преимущество в счете безоговорочно. Второй тайм – индивидуальные ошибки, которые привели к назначению пенальтик нашего рота, повлияли. И второй тайм – сыграли не так, как нам хотелось бы. Практически отдали мы середину поля, слабый контроль мяча. Слабый контроль мяча по сравнению с первым таймом и привело к такому плачевному результату для нас. Причины можете уже объяснить, почему на самом деле контроль мяча такой был? Контроль мяча, потому что слабо стала двигаться средняя часть поля, игроки средней части поля подстраиваются, меньше стали все, отсюда и контроль. Контроль мяча подразумевает хорошее движение, подстройка под игрока, владеющего мячом. А у нас второй тайм – это выглядело очень неубедительно. Сейчас после матча такая беседа фанатов с командой произошла небольшая. Главная претензия фанатов «Факела» была в том, что ребят не горели глаза. Согласны с этим? Ну, я бы не сказал, что не горели глаза, а то, что много допущено было во втором тайме индивидуальных ошибок. Индивидуальных ошибок – это факт. Ошибки связаны с тем, что неправильное принятие решения и слабая двигательная активность игроков, прежде всего, средней линии поля. То есть, главная претензия еще-таки у вас к полузащитникам? Полузащита, покажите, какая у вас полузащита, я скажу, какая у вас команда. Вот сегодня по второму тайму у нас полузащита напрочь отсутствовала. Почему? Потому что не вели игру так, как в первом тайме, с контролем мяча, с изменением акцента атак с одного фланга на другой, через полузащитников центральных. Во втором тайме этого не было, и поэтому сразу картина поменялась. Естественно, что команда Тюмень, скажем так, горела желанием и стремилась отыграться. И, в принципе, они вынудили сделать те индивидуальные ошибки, которые мы допустили во втором тайме. Почему все-таки факелы там не удалось сейчас играть в Тюмень? Потому что Тюмень хорошая команда, хорошая команда все, хорошая команда с сибирским характером, скажем так. Это делает им честь. К сожалению, у нас первый тайм не удался совершенно. Может быть, конечно, одно дело бороться за десятку, другое дело оказаться в компании команд, которые борются за пятерку. Психологически, конечно, это многим нашим игрокам новинку, поэтому какая-то скованность. Но это мои предположения. Но что касается самого содержания игры, то, конечно, мы слишком много свободы дали факелу в первом тайме. Никакого давления настоящего на игроков факела, когда они с мячом не было. Поэтому у факела завязалась игра, они забили хороший гол, еще имели моменты. В перерыве мы на это указали, еще раз договорились о том, как мы будем играть во втором тайме. Резко усилим давление на игроков факела. И к тому же у нас ничего не клеилось на флангах в первом тайме. Практически мы там фланги не вскрывали. Поэтому мы произвели перестановки, сделали замены. Я думаю, что во втором тайме у нас там на флангах пошло веселее. Ну и к тому же очень хорошо во втором тайме сыграла наша центральная ось атаки. Это Мамтов и Клинки. И полузащитники включились в отбор. Вот я думаю, что мы центр поля просто переиграли соперника. И все подборы были наши. И от своей штрафной, и от чужой. Ну и по движению, я думаю, что вот тот темп, который мы задали во втором тайме, он оказался соперник, а не по силу. Давно в футболе помните, что Хетриго был в фенальте? Да и больше бывало. Конечно, когда бьют после матча в фенальте. Не-не-не. Ну самое главное, что они были. Я не судья, но с моей точки зрения там все нарушения очевидны. Игра рукой, и сбили в штрафной. Вот здесь как. Ну это дело арбитра. А что Хасан через себя не забыл? Ну да, мог бы быть очень красивый гол. Бол сезона? Ну я думаю, что еще у него шансы будут. Сегодня был не менее дебютант. Что можно про игры сказать? Как его дебют оценить? Ну команда выиграла. В общем-то, не скажу, что у него было много там работы, но вот такое давление было в первом тайме на наши ворота. Во втором практически ничего серьезного там не было. Но он достаточно уверенно парень отыграл. Вот в продолжение темы. Почему решили сделать рапировку Смирнова на Обухову? Смирнов, это вот неплохо стоял. Смирнов, да. К нему никаких претензий нет. Вот, к Смирнову. Вот он не только не подводил команду вот в этих играх, когда он был в воротах, он и выручал. Ну так иногда бывает, что команда вот не играет на ноль. Не по вине даже вратаря. Но вы видите, мы много матчей не можем сыграть на ноль. И решили доверить парню этому место ворота. К тому же надо его проверять. Его возможности надо прояснить. Будет он дальше, у нас не будет. Ну сейчас вот в принципе дебютировать для дебюта достаточно уверенно. Ну, а вот, Александр Владимирович, тенденций или нет, ну, уже в некоторых домашних матчах последних, да, было такое, что первый тайм команда проваливает, нет движения, да, не очень хорошо играет. Во-вторых, когда все меняется, не деморфоза происходит, выигрывает. Вот сегодня то же самое было. Почему так случается? Ну, я отчасти ответил на это в начале своего выступления, что скованность, она идет от психологии, потому что борьба-то сейчас, мы вольны или невольны, но мы включились в борьбу за первую пятерку, а там все по-иному, и соперники посложнее, и отношение к матчам сложнее. Поэтому я думаю, что где-то общий такой недостаток опыта, он сказывается, где-то скованность, очень скованно первый тайм. Такие ошибки, мяч валится из ног, простейшие передачи не идут. То есть взаимодействие игроков, действие без мяча, вот там в первом тайме Чуканов замерз на своем фланге и там протоптался все 45 минут. Но когда крайний защитник подключается, надо освободить фланг, игрока оттуда вывести, уйти в зону атаки центральную. Он там оставался, и там пространства нет. То есть это я тоже связываю с недостатком опыта, где-то волнение, может, какое-то. Ну и потом хорошую службу нам сыграл Саратов. Я им напомнил в перерыве, что Саратов, проигрывая первый тайм, десятером обыкрал факел. 2-1. А почему мы не сможем? Так что хорошо, что так получилось. Если про психологию не было боязни 12 минуты, когда мы тут даже пропустим, ну а сейчас мы на какой пропустим? Почти что-то. Ну, надо посмотреть видеозапись, как там все получилось, что практически дали по центру ворот возможность игроку принять. И время у него было подработать мяч и пустить, глядеться мимо вратаря, пустить. Такого не должно быть. Нападающий соперник должен быть в сетноте постоянно. И под давлением. Чушь это все. Я не хочу даже комментировать это вообще. И вам не советую вокруг этого ничего раздавать. Все это глупости. Продолжение следует...